Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Меня зовут Евгений Гринес. И сегодня я хотел бы показать вам 11-е видео из серии «Катастрофы в дебюте». И это одновременно третье и последнее видео по теме «Английское начало». Сегодня у нас 7 интересных партий, которые были играны одним и тем же дебютом, английским началом. А именно вариантом «Коня в 6» на первом ходу. Часто эта позиция появляется из перестановки ходов. Когда белые на первом ходу играют «Коня в 3», чёрные отвечают «Коня в 6», и белые играют «Ц4». Так, как и случилось в первой партии. Ходом «Коня в 6» чёрные стремятся к различным дебютным системам. Например, староиндийскому началу, защите Грюнфельда, защите Немцовича, новой индийской защите. Но белые могут все эти дебюты избежать. Тем, что они не играют D2-D4. И остаются в английском начале. В первой партии играли гроссмейстер Владимир Епишин из России ELO 2590 белыми против международного мастера Альберта Давида из Люксембурга ELO 2525. Партия игралась в 1998 году в Монпелье, Франция. После Кf3, Кf6, c4 последовало g6, Кc3, Кg7, e4. Этим ходом белые избегают защиты Грюнфельда. И предлагаю чёрным сыграть классическую систему в староиндийской защите. e5. Чёрные выбирают несколько другое продолжение. Кf5, Кf4, Кf4, Кf5, g3. Кf3. Возможно было пойти d4, Кg7, Кg5, f6, Кe3, с небольшим перевесом у белых. после g3, ферзь e7, d4, Кg7, Кg2. Белые, по сути, жертвуют фигуру, так как чёрные отвечают f5. Кf5, Кg5, ферзь e6. Если ферзь b4, шах, Кc3, ферзь бьёт c4, слон d5, ферзь бьёт d4, ферзь бьёт d4, слон бьёт d4, длинная рокировка. слон бьёт c3, bc, d6, ладья e1, шах, Кf8, слон h6, мат. Примерный вариант после ферзь b4, шах. Чёрные пошли, ферзь e6, рокировка. Это жертва фигуры. fe, слон бьёт e4. Грозит слон d5. Ну и, конечно, на взятие ферзь бьёт e4, последует ладья e1 со связкой. Чёрные ответили c6. Белые играют d5, нападают на ферзя. Опять плохо ферзь бьёт e4. Чёрные пошли ферзь e5. На ферзь d6, например, были тоже интересные варианты. Белые пошли бы ферзь f3, не давая рокировки, мешая чёрным рокировать. Например, ладья f8, ладья ae1. Жертва ферзя, которую принимать нельзя, потому что после ладья бьёт f3, следует слон бьёт g6. Двойной шах. И на отход короля, король f8, ладья e8 мат. А на слон f6, слон бьёт g6. Двойной шах. Король d8, ладья e8, шах. Ладья бьёт e8, слон бьёт f6, шах. И на король c7, слон бьёт e8, белые имеют две лишних пешки. И другое возможное продолжение, другое продолжение после король d8, ещё c5. И если слон бьёт g5, cd, ладья бьёт f3, ладья e8 мат. Поэтому в партии после d5 чёрные пошли ферзь e5. Последовало слон бьёт g6, шах. hg. Если король f8, ферзь f3, шах. Слон f6, слон бьёт f6. У белых две лишних пешки. И они выигрывают партию. После hg, ладья e1, и чёрные сдались. Они могли немножко поиграть после рокировки. Ладья бьёт e5. Слон бьёт e5. Ферзь d3, король h7. Так как материально у чёрных ладья и две фигуры за ферзя и две пешки. Но белые сохраняют атаку. f4, слон g7, ладья e1. Все фигуры чёрных неразвиты на ферзьевом фланге. Конь h6, ладья e7, связка. Конь c7, h4. С идеей h5 выигрывает партию. Поэтому после хода ладья e1 чёрные сдались. Следующая партия игралась в 1995 году. Филадельфии, США. Гроссмейстер Жоэль Бенджамин из USA. Элло 2575. Играл белыми против Нельсона Гамбоа из Колумбии. Элло 2370. После c4 чёрные пошли e6. И на конь c3, конь f6. Чёрные предлагают белым играть после d2, d4 в защиту Немцовича. Но белые против этого. Играют e4. Эту позицию мы ещё увидим в дальнейшем. Чёрные отвечают d5, e5, d4. Разменный такой вариант. ef, dc. Это теоретическая позиция. bc. Ферзь бьёт f6. Белые пошли конь f3. Возможно было d2, d4. Конь f3, c5. Слон d3. Здесь также было возможно d2, d4. Слон d3. Слон d7. Слон e4. Слон c6. Ферзь e2. Слон бьёт на e4. Ферзь бьёт на e4. Конь c6. Ладья b1. Ставя ладью на полуоткрытую линию b. Длинная рокировка. d4. Ладья d7. Здесь лучше было пойти ферзь g6. И после ферзь бьёт g6, hg. Слон e3. Позиция примерно равна. Ладья d7. Слон f4. И теперь чёрные играют ферзь g6. Это слишком поздно. И к тому же является грубой ошибкой. Последовало. Ферзь бьёт c6 шаг. И чёрные сдались. На ход bc следует ладья b8. Мат. Следующая партия игралась в 1991 году в Польше. Международный мастер Яков Нестеров из Казахстана ЛО 2365 играл белыми против международного мастера Валерия Яндемирова из России. ЛО 2415. Конь f3, конь f6, c4. Это перестановка ходов. Ходом конь f3 Белые, вероятно, уже знают дебютный репертуар противника. И не играют сразу c4, чтобы не играть систему c4 e5. Поэтому сначала играется конь f3, препятствуя e5. И в случае ответа конь f6 играется c4. Переход в английское начало. g6, конь c3, d5. Чёрные играют защиту Грюнфельда. Но d2, d4 ещё не было сыграно. cd, конь d5. Белые сыграли ферзь a4, шах. С d7, ферзь e4. С c6. В случае конь бьёт c3, dc может последовать. В отличие от защиты Грюнфельда. И после c6, ферзь h4. У белых инициатива. После c6, белые пустились в осложнение. Пошли конь d4. Чёрные ответили конь бьёт c3. Ферзь e5, нападая на ладью. Белые, вероятно, ожидали хода f6. И после конь бьёт c6, конь бьёт c6, ферзь бьёт c3. Позиция примерно равная. У белых было преимущество двух слонов. А у чёрных перевес в развитии. Но после хода ферзь e5, чёрные ответили конь бьёт на e2. Если сейчас слон бьёт e2, слон бьёт g2. Ладья g1, f6. Ферзь b5, шах, слон c6. Конь бьёт c6, конь бьёт c6. Ферзь бьёт b7, конь d4. Слон b5, шах, конь бьёт b5, ферзь бьёт b5, шах, ферзь d7. У чёрных лишняя пешка и лучшая позиция. Поэтому после конь бьёт e2, белые пошли конь бьёт c6. Конь бьёт c6, ферзь бьёт h8. Белые приняли жертву качества, но попали в проигранную позицию. Конь e на d4. Король d1. Ферзь d5. Ферзь бьёт h7. Конь на b4. Если пойти сейчас ферзь h3, Конь bc2, ладья b1, и ферзь бьёт a2. И белые теряют ладью, чёрные выигрывают. Поэтому на конь b4 белые ответили b3, мешая ферзь бьёт a2. Ферзь f5. Если сейчас пойти ферзь h3. Ферзь c2, шах. Король e1. Ферзь e4, шах. Надо играть король d1. Конь d на c2. Ферзь b5, шах. c6, c6, d3. Ферзь e5 с двойным ударом на ладью и на слона. И чёрные выигрывают партию. После ферзь f5 белые сыграли слон c4. Ферзь c2, шах. Король e1. Конь d3, шах. Белые сдались. После короля f1 следует мат. Ферзь d1, мат. А после слон бьёт d3, просто ферзь бьёт d3. И мат на e2 неотвратим. Следующая партия игралась в 1978 году в городе Перник, Болгарии. Гроссмейстер Михай Шуба из Румынии. Эло 2430. Играл белыми против международного мастера Владимира Антонова из Болгарии. Эло 2345. После c4 конь f6 последовала конь c3, e6, конь f3, слон b4, ферзь c2. Это так называемая анти-Немцовича система. Белые не играют d2, d4. Поэтому это противодействие возможной защите Немцовича. c5, a3, слон a5, e3, конь c6, слон e2, рокировка, d6, d4. Только сейчас белые играют d2, d4 и стоят немного лучше. Ферзь e7. Можно было в стиле защиты Немцовича сыграть слон c3, ферзь c3, конь e4, ферзь c2, f5 с небольшим перевесом у белых. После d4 чёрные пошли ферзь e7, b3, a6, слон b2, слон d7. У белых преимущество в пространстве. Более свободная игра. Ладья a, d1, ладья c8, dc, dc, белые открывают линию d, конь g5. Белые что-то имеют в виду. Но чёрные думают, что белые хотят просто перевести коня с f3 на e4 и играют h6. Это было бы хорошее тактическое задание, но, к сожалению, компьютер уже показал нам решение. Конь d5. И чёрные сдались. Висит ферзь и грозит конь bf6, шах, и ферзь на h7, мат. Если взять коня ed, то следует с темпом слон бьёт f6, нападая на ферзя. И после ферзь бьёт f6, ферзь h7, мат. Если вы думаете, что такая ошибка чёрных h6 является единичной, то вы не правы. Давайте посмотрим ещё одну партию, которая развивалась аналогичным образом и пришла к четвёртому ходу чёрных. c5. И здесь вместо хода a3, белые пошли g3. Эта партия игралась гроссмейстером Вольфганган Ульманом. Белыми против Бернда Шварца в чемпионате ГДР 1975 года. ЛО не было тогда ещё. Последовало Кc6, Сg2, рокировка, рокировка, d6, b3, ферзь e7, Сb2. Как видим, белые вообще не играют пока d4 и не готовят. Сd7, ладья ad1. А теперь начинают готовить. d4, ладья c8. Кg5. Знакомый нам манёвр. И знакомый ответ чёрных. h6. Здесь чёрные также ни о чём не подозревали. Кg5. И чёрные сдались. После еd следует Сf6, ff6, fh7, fh7, мат. Партия игралась в 1960 году в городе Бюзум, Германия. Гроссмейстер Милко Боботсов из Болгарии играл белыми против очень сильного, известного гроссмейстера Бента Ларсена из Дании. После c4, ff6 последовало c3, e6, ff3, fb4, g3, fc2 было также возможно, g3 рокировка, fg2, d5. Рокировка. dc. Чёрные принимают жертву пешки. Ферзь a4. Конь a6. Не отдавая пока пешку. a3. Промежуточный ход. Слон d7. Конь b5. Белые ввязываются в осложнение. Лучше было пойти fc2. Например, d6. Конь e4. Слон c6. Конь b6. cd. Фc4. Фc3. Отыгрывая пешку. После ладьи c8. Чёрные стояли немного лучше. В частности, грозит. Слон бьёт ff3. Фc4. После конь b5. Чёрные ответили ферзь e8. Усиливая связку коня. Они уже стоят лучше. Белые пошли конь fd4. После конь c7. Могло последовать. Слон бьёт на a4. Конь бьёт на e8. Слон e7. Конь бьёт f6. Слон бьёт f6. Чёрные стоят на выигрыш. Несмотря на равный материал. Конь fd4. Ларсон ответил e5. Слон бьёт на b7. e бьёт на d4. Слон бьёт на a6. Слон h3. Чёрные оставляют своего слона b4 под боем. Белые играют ab. Ферзь e4. Грозит мат. Если пойти f3. То после ферзь бьёт e2. Ладья f2. Ферзь e1 шаг. Надо играть ладья f1. Ферзь бьёт f1 мат. Поэтому на ферзь e4. Белые сыграли слон b7. Отдавая слона. Ферзь бьёт на b7. f3. Белые уже вынуждены отдать качество. Но чёрным этого недостаточно. Они ответили слон d7. И белые сдались. Они теряют коня. И в последней на сегодня партии. Эта партия игралась в 1951 году. В городе Иваново, Россия. Мастер спорта по шахматам Арон Решко. Играл белыми. Против мастера спорта Юрия Коца. Оба в Советский Союз. С4. Конь f6. Конь c3. e6. e4. Эту позицию мы уже сегодня видели. d5. В предыдущей партии белые играли e5. Решко сыграл cd. ed. И теперь e5. Чёрные играют d4. ef. dc. И белые сыграли слон b5 шах. Конь c6. Возможно, лучше было пойти c6. Ферзь e2 шах. С e6. С c4. cd. С b2. Ферзь бьёт на f6. Чёрные выигрывали пешку. Конь f3. С e7. Рокировка с компенсацией у белых, но со сложной позиции. Конь c6. Ферзь e2 шах. Надо играть слон e6. Конь f3. cd. С b2. Ферзь бьёт на f6. У чёрных лишняя пешка, но у белых лучшая позиция. Ладья c1. Угрожает не только ход слон b6 шах. Но и ладья c6. Чёрные сыграли слон d6. Можно было пойти ладья d8. Белые играли всё равно. Ладья c6. bc. С ладья c6 шах. Плохо король e7 из-за слон g5. Единственный ход. Ладья d7. Конь e5. С e7. Рокировка. Рокировать нельзя, потому что теряется здесь ладья. h6, например. Ладья d1. И после слона d6 просто конь бьёт d7. И бить коня нельзя из-за связки. Другой возможный вариант был ещё a6. С a4. b5. Белые могли ответить ферзь e4. Например, ферзь e7. Белые не могут сейчас побить ферзь бьёт c6 шахом. Так как после слона d7 чёрные сами дают шах. И белые теряют ферзя. Поэтому рокировка. С d7. Ферзь c2. Угрожая ладья e1. И у белых... Белые стоят на выигрыше. После слона d6 последовала ладья бьёт на c6. И чёрные сдались. После bc слон бьёт c6. Опять нельзя король e7 из-за слона g5. Поэтому король f8. Слон бьёт на a8. И у белых лишний конь. Это было моё одиннадцатое видео по теме дебютные катастрофы. И третье и последнее видео по английскому началу. Я надеюсь, оно вам понравилось. Если это так, подписывайтесь на мой канал в YouTube. И комментируйте, пожалуйста, это видео. До свидания! До следующих встреч! Субтитры сделал DimaTorzok